короче у нас закончилась вода баллон хотя нам сказали что вы поменяли у нас уже до этого день не не смогла толком нормально помыться в теплые души сейчас юшу решил юра решил пойти холодный тут поет как тебе там как тебе там короче взбодрила вот такое у нас доброе утро созвонились с хозяйкой сказала все решит но и просто нет на месте поэтому будем потом ждать к обеду да ладно юра у нас короче как всегда покажи взбодрил под холодной водой мылся знаете что этот человек сделал этот человек полез за апельсином на дерево и не знаю что может быть укололся чем-то порезался короче отрубился понял пол пальца пришлось клеить кровище ну ты уже сказала ну а что будет смотреться родители думать ай-яй-яй пол пальца нету ну а что поцарапал поцарапал там глубокая рана пришлось смотрите вон перчатки в магазине взяли но палец теплый в магазине взяли перчатки чтобы не самое прикольное что вода холодная кто-нибудь мылся под холодной водой чисто холодной нет же контрастной у меня вчера такое было я мою с душа тепло тепло потом резко холодно не могу смыться ну тебе еще ладно а я с головой намыли на это ду короче еще ладно тебе еще ладно что под тепленькой намылилась но а не пол холодной ну сам захотел лезть зато взбодрила лишь и нету гусиной кожи молодец горячий дотруньте ну горячей чем я все северяне давай викинг с рукой господи хожу что голова целая что первая наша поездка на автобусе сели куда-то едем купили вот такую карточку на автобус она стоила сама 2 евро но я так понимаю это разовое потом можно пополнять вот на автобусе и на электричку которая ходит у них вот по городу и здесь получается 10 поездок это минимум мы купили одну карточку на двоих просто при входе прикладываешь она отпечатает и все пополняться так понимаю тоже живете магазинчиков у них карточки магазинах табакос продаются там где табак вот между карточку отдали 10 евро так выгоднее потому что без карточки сколько стоит евро евро шестьдесят пять наверно как-то так а с карточкой получается 80 центов вот она наша карточка и сейчас едем проехаться посмотреть в другую ну так другую сторону от того где мы живем глянем как тут и что фонтанчик проезжаем ух кажется так тепло на самом деле да сегодня очень хорошо погода суперская в горы виднеется розовые деревья я не знаю либо они еще цветут и цветают или породничная здесь уже побольше пальм чем там родить и мы живем дает здесь уже прямо возле дороги такой пейзаж небо сегодня ясно и солнышко отлично но какой-то рыночек открылся сегодня мы зашли посмотреть фруктовую лавку такие здесь вкусняшки продаются родные всякие вкуснота 399 черемоя вот это вкусный фрукт все упал будет я думаю что мы как-нибудь тоже попробуем ага может давай черемою попробуем не хочешь юр не хочет красивые апельсины прям с листиками вкусняшки ну вот какой-то такой рынок и здесь много чего продается он кстати по-моему один или два раза в неделю прямо возле нашего дома да с другой стороны то что когда мы отдыхали валенсии прямо наша улица была здесь немножко подальше не ну да как бы соседняя улица мы чисто случайно увидели здесь можно купить какие-то недорогие вещи причем они будут хорошего качества хорошие это но это не такие рынки вот как у нас это прям ну что-то такое другое ну да мы хотим построить может какую-то обувь как обычно может еще какую-то одежду он обувь тоже продается здесь он такой небольшой наверное да надо тапочки такое разное тапочки вон тут майки всякое такое так наверно там уже конец да ой смотри у нас фонтан есть на районе юра мы даже не видели ой очки давай посмотрим очки по чем маски ты не надо внутри пара еще ни одни не делал и разные маски вообще цветные какие хочешь очки одеваешь из этой мадо начинает патита я не видно по из-за маски пачки одеть ну на пляже только не надо там где где маску так наверно уже все юр он такой небольшой что-то висит я не знаю какие-то волосы нитки у нас смотри фонтанчик какой я даже не видела а это нитки пуговицы нитки для тех кто занимается всякими вязанием всякими вязанием о как а 5 евро кстати вот такие тапочки 4 евро вижу ой здесь какая-то площадь где все сидят кушают наверное да ну да такой малюсенький вот мы даже не видели фонтан возле нас как мы его не увидели такую площадь о выходим погода замечательная на солнце можно в майке на солнце в майке можно да просто заходишь иногда такой ветерок немножко прохладно так отлично кафешечки пошли на рынок который продукты возле дома наша где-то там должен быть пошли туда выйдем если я правильно понимаю вон девочка в майке ой классно посидеть вот даже не видели это место сейчас вот прошлись посмотрели пришли на рыночек ой даже цветы продаются класс так ну там был вход наверное а тут не войдем на рынок наш прямо возле дома мы сейчас глянем что здесь есть ох вот тут конечно всякие вкусняшки Юрка ты идешь не трогай руками написано нельзя трогать я уже пять раз сказала что за человек корона берет трогает о как здесь вкусно пахнет как вкусненько порезал смотрите клубничка класс о морские штучки ну таких бы мне крабиков молодец вон тех ну больших да бля так у нас жалко духовки нет в квартире потом мы ничего такого запечь не можем только что то такое покупать боже здесь такое разнообразие что я даже не знаю где что как что хрукты что крабик вон шевелится видишь ага видишь и не один шевелится ну они живые да вот рыба конечно просто обалденно вон та большая лососик просто как то рыбу разрезать пилой что ли не знаю очень классно ну пошли дальше смотреть вот и хамон смотри самый недорогой 12 евро есть и просто разнообразие такое сыров что разбегаются глаза кстати сразу цены написаны можно выбрать какой-то кусочек смотрите вкусно запахи конечно здесь просто обалденные они такие как у нас пахнет морепродуктами и вкусной едой туда обратно ай ну класс я вот прям хожу и кайфую чистенько все хорошо никаких тазов нету никакой крови нету здесь все очень даже все очень даже супер разные вкусняхи красавчик наш живой вот шевелится вот шевелится они все шевелятся убежать хотят красавцы убежать вот человек учит испанский вот смотрите сейчас покажу сколько у нас сейчас градусов показывает вот этот крестик зеленый здесь аптека получается оптика я должен быть на фоне так ну и где оно где наши градусы не поняла а не хочет уже показывать там матео улицу убивает вот время и вот 22 градуса уже у нас посмотрите сколько здесь скутеров стоит на каждом каждом шагу на каждом шагу у них кстати банки их просто здесь миллион можно в любую точку пойти и везде есть банк с кучей банкоматов то есть ну не так как у нас толпишь ты причем банкоматы все на улице а мне кажется туда а не подожди формат ну на вперед мне кажется еще такой же это дом высокий который ты говорила да ну ладно сейчас короче откроем наш этот и разберемся или вот туда форматика форматика есть зеленые буквы сейчас наши окна видны на здании ладно пошли идет навигатор пойдем вот ребята наш дом здесь наш подъезд а там сразу вот был рыночек впереди вообще рядом рядом у нас здесь всякие китайские есть можно зайти посмотреть какие штуки юр вот наш дверь идет идет ориентируйся розовое здание телефоника написано вот и здесь такая вот наверное магазин косметики или что тут у них и вот нашу дверь прям так тринадцать номер вон впереди вообще рыночка рядышком да две минуты открывай что стоишь ну найдем так это больше ничего такого нет маечка в маечках особо рядом магазины еще у нас вот туда сюда и вот здесь вот мы покупали кстати карточку вот тут сверху табакос вот мы здесь брали карточку у них карточки продаются в магазине табака да очень интересно там где сигареты и где все там пополняешь и там покупаешь евро сорок пять кстати стоит проезд не евро шестьдесят пять а евро сорок пять с карточкой получается восемьдесят центов экономия почти в два раза ну что пошли домой кушать уже пора пошли кстати обожаю эти китайские магазины можно здесь купить абсолютно все все что нужно и не нужно и одежда и всякие штучки прикольные и для дома и белье в общем все необходимое я кстати когда приезжала покупала разные вот недорогие 3 евро 3 евро большой выбор мужское ну короче все 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 носки трусы и маечки сумочки прикольно как будто бы куртка детская боже рюкзаки короче короче можно приезжать вот без ничего и абсолютно все купить здесь не пропадешь кстати такие тапки для того чтобы плавать вот когда камни 6,90 стоят резиновые очень удобно и вот кстати очень много сумок здесь на пояс юра хотел себе купить кстати женские боже блестяшки не блестяшки вон 3,90 маленькая мужские тоже есть разные это вообще такие простенькие симпатичные коже на тип кепочки блин тут не шлепки смотри вот такие тяжелые ну классные 5 евро на видишь оригинал прикольно шлепанки можно ехать вообще без них вот 4,90 стоит прикольные шапки да вот это смотри это типа ральф лоурен 3,90 вот розовые есть наверное не ага симпатно а я не люблю шапки мне начинают там муши торчать как-то боже даже сумочки есть все 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 кроксы наши уже про это ну здесь такие обычные но все равно не знаю сколько они стоят да кстати такие вот как пенка это уже можно найти ну короче здесь просто можно зависнуть и показывать бесконечно что здесь продаются вот начинает одежды заканчиваю игрушками какой-то плавать типа нашего пикс прайса да здесь просто я говорю что вот даже для тортика свечки игры какие-то вот эту знаю игру в детстве играла в нее 7 евро стоит не помню правда правила нужно читать но прикольно может быть мы как-нибудь с Юрой себе купим лото есть классно 4,50 Юр смотри 2,90 лото может мы с тобой такое возьмем потом лото бинго о пушки прекрасно смотри Юр номер в лото играть 2,90 маленько побольше 4,50 7,50 есть классно вот эта игра помню прикольная была с фишечками фишечками надо как-то составлять вот придет такой ночью ко мне страшно а ты же любишь клума ага я прям обожаю здравствуй моя Лилечка у меня начинает подрывать когда вот эти клума да, дай тебе шарики еще на Юра ну на фу страшила для собачек все есть важный день не вася на сене ну в маску я поняла позже забыла васишь без маски ходит пеленочки кстати для собак вот купим за 5 евро и пришел наш так больше перейдет пересылка для хомячков до 5 туалетики да в общем то для дэзи можно много чего найти в любом магазине всяких вкусняшки поводочки им зашел купил любой игрушек столько знаю такие она быстро съест но хочу подороже смотреть принципе можно найти ой все вкусняшки косточки на нас хотеть и не любят кости здесь вкусняшки кстати недорогие ну и не именно здесь а я имею в испании для собак вот пакетики смотри с которыми не ходят покупаешь смены и вот с такой штукой кульки убирать игрушки евро у нас это игрушки типа мисок у нас стоит я говорю это шейнички евро 80 любой любой даже для рыбок есть рулеточки это для побольше собак а вот как наши типа ходят такой маечкой чтобы на них и кола убираешь любую и вперед подставка да для хамона такая вот ногу вешаешь мы все с юра хотим купить то целую ногу хамона кстати она стоит недорого 50 евро и 40 евро и 30 евро и за 24 можно маленькую купить там 4 килограмма натурально нам можно есть не знаю сколько и ногу на самом деле покупать намного выгоднее чем так поэтому я думаю что как-нибудь мы обязательно купим здесь посуда кофеварки короче можно здесь потеряться и просто каждый уголок показывать одну мы увидите да сколько здесь всего просто на любой вкус домой тут так вкусно пахнет подъездами какими-то прыжками наконец-то видно что меня бесит всегда это то что у нас 4 этаж и нужно подниматься пешком здесь нет лифта такой дом строить этаж здесь здесь типа е это первая наша ну да господин начинается все со второго этажа то есть если это третий этаж по нашему табу четвертый этаж 2 по нашему 3 этаж и вот мы по таким вот узким пролетом ходим идем и это дает у себя знать особенно как вот мы еще не особо отдохнули после поездки например уже все ноги стерты и пятки пальцы и все это конечно же сидишь и там уже скрибы прийти это еще не наш наш еще выше сегодня вообще супер погода что вот мы и дома у нас сейчас будет готовка вот такой вот смесь покупали это рис с курочкой а то есть он уже практически готов здесь буквально вот 8 минут нужно подогреть и еще мы брали вот такие вот виде да здесь правильно называется здесь один килограмм стоит что-то вообще очень дешево меньше двух евро и они тоже как бы готовы и хлеба в микроволновке подогреть но я заброшу их вот сюда к нашему рису надеюсь что получится очень очень вкусно так ну что раз-два-три вот такая вот красота у меня получилось я уверена что очень очень вкусно сейчас будем пробовать ракушки наши открылись мидии запах божественный тут и курочка и мидии получится вот типа паэлья да ой ням все сейчас будем пробовать испанец мой зацени как тебе мой обед испанский ну вы поняли за что он сказал с пивком как истинный испанец очень вкусно я не знаю все скушала я походу это засняла открыл улиточку ничего страшного это у нас постоянно покажи как там внутри вот такие целые вкусные классные очень классно обед просто божественно мне кажется не знаю мне в волосни никакой не было все было обалденно честно скажу с ними волосни мы покупали в баню копченые мидии тоже это было волосни это же водорослей полезно кушать ну карте вкусно было хоть скажи чё а то я все нахваливаю все понятно вот такой вот у меня десерт получился это бананы клубника и много-много сливок юрдов не еще предлагает добавить сверху шоколадку чтобы было вкуснее мы покупали вот такую вот мелко оре 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 о потому что видишь клубника она красивая но она еще ненасыщенный вкус она еще такая как бы ну такая ну ладно сейчас тогда добавлю пару долечек ну уже покажу как получится в конце мастер шеф ну так мужчины слушай повара последний долечка просто божественно красота чайник у нас все взорвется смотрите на это но мне кажется без лишних слов это просто божественно сейчас у всех сиеста все отдыхают не знаю спят кушают тому что у испанцев ну это как прям традиция да вот сейчас время где-то сейчас до 4 2 до 4 вот они отдыхают закрываются магазины всякие разные лавочки и все проводят это время дома спят кушают отдыхать семьей а летом могут сходить на пляж побыть отдохнуть посидеть там в кафешках в барах позагорать вот сейчас ну пока еще не летний сезон просто там знаете дома сидят отдыхают и потом после четырех обратно начинает все работать не знаю меня например это вообще не напрягает то есть у нас как бы все есть нам никуда не нужно мы как-то стараемся знаете уже привыкнуть а к их ритму жизни никуда не торопиться сейчас вообще такое солнышко вот класс можно идти в майке к вечеру вообще прогрелась обалденно мы сейчас ждем хозяйку она как бы обещала к нам прийти потому что у нас уже второй день проблема с водой вот я вчера пошла в душ и не смогла помыться я начинаю мыться то есть я уже намылилась помылась мне уже нужно смывать это все и начинает течь холодная вода может кран пять раз включали переключали и более рады трогали смотрели и короче все там выбивает какую-то ошибку не горит огонек не кстати более газовый не такие вот электро как у нас и сегодня мы просто с юрой начали смотреть сами эти газовые баллоны и наш баллон такой очень легкий а рядом стоят два соседних тяжелые пишу хозяйки что у нас проблема с бойлером может быть закончился он или что хотя нам перед этим говорила что более только что поменяли полер новый и сегодня мне тоже пишут что ой баллон новый перед вами как раз таки меняли сегодня они уже говорили что там жили до нас другие ребята испанцы они знают как менять вот они меняли и они мне отписывали что типа все хорошо я говорю ну не знаю говорю мне кажется что это газ потому что он легкий рядом тяжелая ну нам нужна вывода мыться потому что мы моем всю холодной не душ сходить не туда сходить поэтому она к нам обещала прийти сейчас может быть после обеда как-то заглянет в общем но и я и написала награде я скину мастерам все у него спрошу все типа решим все будет чики-пуки вот уже как бы третий час пока нам еще никто ничего не отписал ничего не решил и мы как бы без горячей воды так что не знаю ждем обещала прийти сегодня но кстати украинка поэтому это не испанцы я думаю что сказал сегодня значит будет сегодня иначе просто я не выдержу буду ей названивать написывать но как бы как без воды но никак холодно холодная вода прям ледяная льется вы слышали да как с утра юлька там пытался помыться и визжал на всю я такие подвиги вот честно не готова ну что у нас вечерняя прогулка мы вышли посмотреть дальше наш райончик обследовать так сказать нас уже темнеет потихонечку нашли вот такой вот парк пальмы там такая дорога все светится аликанте алифагон тут я не знаю что то ну такой центр мне кажется нормальное время здесь было много людей тусовались парке туда-сюда входили пальмчики класс и там тоже есть еще фонтанчик сейчас туда пройдемся посмотрим смотрите на это дерево надеюсь будет видно ну прям все в калетовых цветах ребята это класса de toros что в переводе означает площадь быков и здесь такие быки садник какой-то на коне и вот эти вот быкули много и здесь такая площадь по кругу а вон и дорожка на валенсию на мурсию блин так пусто вообще может быть когда потеплеет будет лето будет больше людей низкое очень дерево класс и от дождя от всего они такие ровненькие посмотрите все как одно нет класс а вон посмотри какая стена красиво опять эти деревья блин круто мы проходили вот так вот мимо с тобой и мы не я помню этот круг да я не помню мы мимо прошли так вот ну зато сейчас пройдемся глянем разведываем под мой рост да симпатичненько мы просто потиху изучаем места чтобы нам понимать где что куда дерево такое как баба какое-то фикус это фикус который растет у нас в горшочках дома а здесь просто гигантище боюсь трогать а то Юра уже потрогал что-то ручки обколол да нет так это позже там походу бомж нет ну сейчас нету то его а я думала мы уже нарушили чей-то покой все может быть здесь и такое бывает нет просто сумка можно там миллион долларов лежит а мы за тобой ходим ага прям ждут тебя так я же кстати не рассказала мы дождались хозяйку и вышли она пришла короче что-то там посмотрела повыключала в итоге взяла сама поменяла баллон который стоял рядом и все все заработало думаю ясно понятно сначала говорила что баллон новый по факту просто поменяла его и все так что ура у нас теперь есть горячая вода можно нормально мыться все как бы супер здесь столько переходов всегда на каждом шагу вот просто вот смотрите тут 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 нет такого что нужно идти там сто метров до того перехода или сто метров в ту сторону у них просто дороги все ну вот так вот получается через каждых я не знаю десять шагов переход десять шагов переход ну во все стороны очень удобно хотя испанцы не соблюдают вот эти вот переходы светофор абсолютно они на красный идут на зеленый идут прям могут перед машинами идти и самую да и само что интересно что машины даже если они идут на красный пропускают наши бы сигналили и так как постоянно сигнали а тут могут и на красный тебя пропустить так что круто так ну что куда мы ты какое-то место нашел где оно пальмочки лав смотрите написано лав видишь юр тыры ты ты о вот это наверное твое звенит что-то какая-то церквушка или что это посмотрим сейчас вот куда-то мы вышли кости 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 и испанец ты мой русскоговорящий мы с юрой изучаем испанский о господи какой нам путь тут предстоит вот у них все так вот в горы это капец как неудобно как устаешь ужасно просто а а жесть ну надеюсь там будет вид крутой ту ту смотрите какой здесь вид открывается вон на ту гору это светится крепость санта-барбара поднялись наконец-то и здесь прям такая обзорная площадка гора намного лучше виднеется гора намного лучше виднеется покажешь на человечек сидит вот сидит мужик так он все равно не понимает покажи вот сидит мужик видите какой вид наблюдает класс смотрите какие маленькие дома и только один такой прям высокий-высокий все светится кайф просто кайф сейчас проходим такую штуку это место где можно постирать белье там стоят машины стиральные и машины сушильные работает до 11 вот так вот это все выглядит такие прям огромные туда я могу залезть ку-ку это секадора это сушилка а вот стиральные машинки они поменьше да просто обалденно вот такие вот машинки бросаешь денежку и можешь постирать бельем сейчас я покажу на выходе что почем даже есть корзины столик вот люди могут посидеть или сходить куда-то и даже есть смотрите детский столик и вот здесь висит цена это секаду сушка 20 минут 2 евро 30 минут 3 и 40 минут 4 а это лавадо это уже стирка ну как бы тут идет по килограммам 12 килограмм 4 евро 16 килограмм 6 и 18 килограмм 7 евро я не знаю как они собираются столько одежды по килограммам наверное за неделю или за несколько недель и идут потом все это стирать вот расписание как работает такая вот комнатка ну мне кажется круто все для людей сделано классно и приходишь стираешь все отлично Юрка там что-то тоже контент снимает а молодец мы сейчас хотим зайти в меркодону у нас здесь рядышком купить водички домой хлеб закончился что-то мы на хлеб тут подсели все намазки едим с хлебом и что-то нам еще надо было какой-то соус нам может что-то перекусить возьмем и домой у нас здесь вообще рядышком то уже устали находились хотя сейчас только 8 часов у нас но уже как бы темно темнеет день потихоньку увеличивается но еще темно да Юр? но вот ну мы сейчас быстро сходим и пойдем уже домой то я уже не могу идти уже иду знаете как ковыляю ножки уже болят понатирала уже хочется пойти отдыхать так ребята мы уже дома показываю наши покупки вот такая вот огромная бутыль воды здесь не много покупок мы как-то часто по магазинам ходим такую вот взяли ты лучше вот покажи им ой вот покажи что целую такую коробку ну мы же сегодня делали я готовила да целую такую коробку здесь килограмм евро восемьдесят семь по-моему стоило да меньше двух евро да я сейчас дальше покажу как-то салатик мы брали сейчас кстати сделаем перекусим кстати вот я вам могу сказать как раз таки по ценам ну вот я думаю что вам будет интересно смотрите опять взяли клубнику евро шестьдесят пять стоило три тридцать пять килограмм стоило два ноль четыре и по сниженной цене вот такая вот желтая наклеечка бахадо депрессио это получается евро шестьдесят пять то есть была скидка мы взяли еще клубничку вода кстати стоит горафа ноль семьдесят три цента вот такая вот огромная бутыль воды дешевле чем у нас здесь два таких вот хлебушка так по двадцать центов сорок центов за два и один вот такой вот с семенами я взяла себе он стоит он стоит тоже по-моему двадцать центов как-то стоил но я вот что не вижу здесь где 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 лимончик вижу лимон консессовый лимон нет я батон этот не вижу вот где вот а мини мини шесть что ли мини шесть двадцать центов эти маленькие стоили двадцать пять вот они бакадию вот а где этот я что-то не вижу а это двадцать центов вот он один да вот смотри знаешь что покажи что тут вот продукты да ну сразу готовы что картошка фри что мясо колбаски эти везде на упаковках написано пять шесть минут пять шесть минут четыре шесть минуты пять шесть то есть любые вот эти продукты которые покупаешь покупаешь вот это готовка да я сделал фото не заморачиваться я фоток наделал потом покажу там допустим люди кто приедет на отдых отдыхать то есть они могут прийти в магазин сами купить мясо к примеру все будет у их духовка приготовить и сам приготовить все готовится пять сера семь минут да очень быстро как бы оно такое все как бы готово кстати вкусно а я погнал это готовить да юрка сейчас приготовит я вам покажу так давайте дальше это меня отвлекает взяли лимон но я хочу помыть им чайник я не знаю я не нашла лимонную кислоту нет вот они не знали что такое да смотрел лимон лимон типа она типа осикос лимон что то такое сумма до лимона лимона она такой говорит ну типа лимон там типа а этого нет лимонной кислоты нет ну в общем мы взяли лимон почистим чайник потому что он у нас ужасный кстати сколько лимон стоил лимон вот 42 цента вышел так дальше Юра себе взял виски это да виски но он вообще не дорогой у него кстати спиртное очень очень дешевое виски стоят 4.95 ну вот что вы понимали за 0.7 так дальше здесь у нас вот такой вот сок это мелокотон и ува это персик и виноград тоже соки вот эти вот кстати с хорошим составом 58 центов всего лишь здесь нет ни сахара чисто вот пюре из фруктов вообще отлично дальше второй сок это ананас и виноградик тоже где-то так же стоил а вот пинья ува 58 центов так еще у нас здесь Юрка решил взять барбекю мы как раз таки сейчас его и опробуем такой вот соус сколько он стоит так виски что-то я не вижу его сальса барбакова да евро вот она стоит евро так алиоли наш любимейший обожаем его 70 центов еще вот такой вот напиток с газом лимон тоже сколько он 67 лимон нормаль 63 зале и дальше здесь у нас осталось три приправки вот таких вот баночках я как-то привозила когда ездила в испанию раньше чтоб оставалось я отдала родителям так это у нас чеснок вот такой вот ну обычно сухой чеснок это у нас канела это мне для кофе корицы я обожаю кофе с корицей поэтому взяла и это у нас пимьенто негро это черный перчик молотый и сегодня мы взяли сейчас такие продукты ну это даже не продукты это у нас продукты есть это более такого типа специи хлеб вода такой расходник такой ну понятно же дело что специи останутся так смотри что сколько стоит аху аху стоит 67 это чеснок сухой перец черный 69 центов и моя корица 51 цент так и общий чек у нас вот вышел а вот он 1376 ну вот как бы за эти продукты мне кажется недорого мы уже несколько раз ходили в магазины просто не знаю интересно вам смотреть покупки наши но я думаю что интересно я буду обязательно снимать просто иногда вот бывает как-то дни у нас такие что ничего не делаем особого просто сходили в магазин и как бы ну снимать нечего а тут уже заодно решила как бы всю снять показать в общем вот так вот мы сегодня прогулялись я уже честно говоря устала сейчас мы покушаем и будем отдыхать замечаем ждем пока Юрка приготовит помнишь когда мы с родителями поехали первый раз в Испанию помнишь как мы чисто такое брали то что мы на вид знали готовые такое да ну что то такое непонятное а сейчас с каждым разом мы уже третий раз сюда приехали и получается что уже знаем уже понимаем что лучше взять что приготовить что вкусно что невкусно да с чем сочетается с чем не сочетается допустим да еще мне очень нравится что как я уже сказала да в магазине все уже готовое порезанное расфасованное рыбу тебе порежут вынимут все кишечки отрежут все плавнички да вот это прикольно это просто супер потому что не нужно заморачивать то же самое мясо оно уже порезанное помыто вот просто ты берешь из упаковочки и выкладываешь на сковородку это экономия настолько времени что вот просто кайф во первых мясо все чистое без кровишки этой всей без этой гадости ты берешь приятный там фаршик красивый но я думаю что как-нибудь еще засниму да наши так походы по магазинам надеюсь мне не выгонят с камерой не выгонят я же вон суховку да ну в общем я же с камерой буду ходить ну я бы только в общем для вас стараться ааа что там это буду для вас стараться поэтому смотрите нас подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны ссылочка внизу и ну почти до скорых встреч да сейчас покажу наш вкусненький обед который Юра приготовит ну и уже потом будем прощаться ну что нам приятного аппетита вот такой вот у меня салатик получился Юрка поджарил картошечку у меня сангрия Юрка наверное выпьет виски посмотрим физрук и все уже будем отдыхать да потому что устали находились поэтому буду уже с вами прощаться всем спасибо за просмотр увидимся совсем скоро не очень скоро подписывайтесь на нас смотрите наши видео будет много чего интересного впереди а не интересно а что надо показать как мы потом кушаем не не мукванки мы снимать пока еще не надумали поэтому всем пока пока Юрка не надумал